всем привет меня зовут надежда и я рада приветствовать вас на своем канале зеленая жизнь ребята это из той самой оперы когда поливаю и показываю чем занимаюсь да но сегодня это прям отдельная будет наверное история потому что я сначала занялась а потом решила что именно это и как раз нужно показать вроде бы что такого да я поставила здесь растение которое мне стоит на фитиле но я бы хотела вам показать каким образом я ухаживаю за посадками на фитиле потому что к сожалению фитиль иногда подводит и чтобы этого не было я вам покажу что я и как сейчас делаю есть у меня стоит водичка лежит тряпочка ну и конечно же вода для полива сейчас мы с вами сейчас я вас подамина немножко поближе и покажу что я буду делать а потом покажу последствия когда я этого не делала расскажу поподробнее так ребят что я делаю что я делаю ну первонаперво это моя лаказия кальмарчик такая вот интересная лаказия она на самом деле интересная девчонки спрашивали меня кстати как насчет того чтобы она давала деток ну клубеньки если клубеньки ну и для того чтобы это узнать нужно ее пересадить а пока и пересадка не нужна в принципе да как я замечаю что все нормально вот смотрите я и наливала определенное количество сегодня у нас вторник полив делала я ей неделю назад я наливала ей где-то вот так вот воды да и вода хорошо ушла где-то наполовину это точно вот и так так я забыла принести стаканчик ребят сейчас секундочку то есть смотрите если вы допустим полили свою лаказию такого приблизительно вот такой вот объем и у вас за неделю нисколько не ушло стоит сразу же задуматься а почему что случилось могут быть разные причины поверьте мне то есть сначала он работает работает а потом он перестает работать этот фитиль и вот чтобы не ждать от этого когда он может перестать он может всегда работать а может и не работать но знаете с учетом того сколько стоит лаказии и как мы над ними трясемся и какие они все красавцы и красавицы вот я думаю что лучше перестраховаться что я делаю вот эту воду в которой она стояла я ей проливаю есть посадку вот видите я ее пролила очень хорошие корешочки уже вышли дальше что я делаю я вот в этой самой водички этот фитиль чик мою я его мою потому что ведь он уже такого черного цвета раньше он был более-менее зелененький потом он совсем-совсем почернее я вам покажу две лаказии которые я уже вынула телечки вот так они стали прям совсем уже светленькие мало того что это ну больше скажем так эстетично да ну плюс ко всему он не становится вот такой вот на эти забиты мне кажется как забитый водорослями получается поэтому этот фитилек я промываю ну вот почти до до светленького вот и сейчас поставлю-ка я ее сюда в стаканчик так у меня стаканчик есть и после этого я уже вымываю кашпу в котором стояла мне нравится вся эта скажем так процедура серьезно вам скажу меня она вообще нисколько не напрягает она даже скажу вам больше как медитативная и сюда я наливаю уже воду чистую чистую воду или воду с удобрением как вы там планировали да все вот она чистенькая и после этого я могу уже поставить сюда аллоказию все ребят вот таким вот образом сейчас мы с вами приступим к следующей все конечно я делать не буду здесь еще буквально парочка и все смотрите как выросла моя где она не ну понятно что мы с вами потом посмотрим на нее когда она у меня когда мы с вами снимем телефон со штатива она тоже у меня кстати несколько раз пыталась пересохнуть вот здесь вот в посадке и смотрите еще что немаловажно я всегда стараюсь поливать вот так вот по краю то есть вот это кашпо я маленько наклоняю тем немножко наклоняю всегда чтобы вода не попадала и рядом с розеткой не около розетки я все-таки стараюсь это делать зачем нам до лишние какие-то увлажнения там где может что-то загнить а загнуть может поэтому тут вообще аккуратненно быть здесь уже вообще хорошие корни мы давно уже вот так ушли вообще сама посмеется пьяного регатным она я же правильно говорю долга гиана она у меня с мая сначала мая 23 года так найти как надо еще маленького да 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 вот такой маленько пролью еще чтобы еще смочить эту посадку вот так потяжелело до этого прям как это легкая была так сейчас я поставлю сюда и вымываем я вообще купила ее на мне очень понравилось мне фотографировали фото мамки не очень понравилось как это выглядит а вот видимо мамка то тоже было не найти бывает фотографии искажает потому что дальнейшем у девчонок я вообще видела как они выглядят это очень большое растение очень большое там вот таким вот образом и давайте сейчас займемся третьей аллаказии которая приходила ко мне в сентябре ну простите это как говорится ничего с этим не сделаешь именно вот такая водичка это мишольца мишольца варингатная она приходила ко мне клубенечком очень быстро клубенечек пророс таким тонненько наклоняем чтобы прошло по стеночкам хорошо и начала она у меня расти до водохлебка еще так серьезно вам скажу и без фитиля точно никак это точно никак поэтому да вот такие вот манипуляции я делаю абсолютно каждую неделю теперь после того как чуть не потеряла 1 локазию смотрите такие почти светленькие оказались они у меня почти последняя кашпо вот таким вот образом то есть это все довольно таки очень важно здесь даже можно побольше нить потому что ей вот не хватает этого всего я на выходные наливала больше но она открывала свой вот этот лист поэтому ей прям надо было очень надо было больше энергии он ее у нее еще до конца ведь и не расправился такой симпатичный сейчас я сниму телефон со штатива и расскажу вам покажу ту локазию которая пострадала пока я не делала такие манипуляции так ну вот без вас я начала это делать и успела сделать две аллаказии это вот регенула она у меня выдала второй листик второй листик она вриегатная вот такая интересная у нее пятнистость она с каждым листиком все больше и больше проявляется вот так вот тоже в одну вымыла фитиль очки налила и свежую воду а вот та самая которая у меня и пострадала это чай и чай и я про меня надеюсь что я правильно называю она тоже вриегатная я в телеграм-канале девчонкам рассказывал прям показывала это было раннее утро я просто иду мимо то есть у нее будет воды было вот так то есть все нормально было налито она была такая прям зеленая зеленая все как обычно но я думаю ну вода же есть значит все хорошо все замечательно понимаете ничто не предвещало но тут я подхожу и смотрю что ее листики висят как тряпочки то есть сейчас ведь она сама по себе у нее очень жесткая такая пластина листовая а так она была просто как тряпочка и я включила телефон и записала девчонкам не ручонки смотри что произошло все в общем глюк потеряла скорее всего скорее всего потеряла и я не понимала в чем причина потому что ваты было много хотя тут можно было как раз задуматься почему ее много осталось почему я должна была быть в половину меньше а ее много было видите поэтому что я сделала терять было принципе ничего до листочки висят все очень плохо я просто взяла и пролила ее сверху и о чудо ну видимо знаете это видимо была последняя самая стадия видимо все таки оставались какие-то пары не засохших корешков вот и эти корешки напились и через два часа листики смотрю расправились ну понятно что они пострадали они очень пострадали и это видно да видите то есть это не прошло для нее без следа понятно вот такая вот ситуация но самое главное что она осталась у меня что она у меня что она со мной осталась это самое главное согласитесь вот и все и вот именно после этого я и начала делать таким образом больше пока меня ни один фитиль после этого не подводил то есть я проливаю той водой которая остается видели до прополаскиваю фитилек хотя бы кончики прополаскиваю и уже только после этого заливаю чистый раствор или воду вот у нас новый листик идет скоро мы расправимся будем красивая вот так вот ребят чуть не потеряла чуть не потерял и чтобы такого не произошло со всеми остальными ну раз на раз не приходится согласитесь но не приходится раз на раз поэтому давайте будем как говорится беречь это аллаказии это дорогое удовольствие и если вы решились пересадить и поставить на фитиль не расслабляйтесь и напишите мне пожалуйста в комментариях были ли у вас такие случаи подводили ли вас ваши фитили потеряли ли вы хоть одно растение из-за этого вроде бы все сделали как надо да рыхлый грунт все хорошо все замечательно фитиль работает и раз в какой-то момент происходит то что происходит вы при этом абсолютно уверены что у вас вашим растением все хорошо вот такое небольшое видео я хотела записать надеюсь оно было интересным и полезным пишите свои комментарии я благодарю вас за то что вы меня смотрели до новых встреч и пока пока пока